Добрый день, уважаемые коллеги. Мы с вами поговорим сегодня о том, как идут процессы доавширизации. Но передайте мне несколько вопросов. И первый к Максиму Юрьевичу Соколову по поводу того, как у нас обстоят дела с перевозками. Сейчас самый пик сезона летнего, люди ездят к местам отдыха, назад возвращаются. Как обстоит дело? Уважаемый Владимир Владимирович, мы как раз получили данные за первое полугодие по авиаперевозкам внутри страны. И на сегодняшний день цифра перевезённых пассажиров составляет 41,5 миллионов человек. По отношению к прошлому году мы наблюдаем рост почти на 11%. И если в прошлом году темпы роста международных авиаперевозок существенно превышали темпы роста внутрирегиональных перевозок, то в этом году тенденция обратная. Региональные перевозки растут примерно в три раза быстрее, чем перевозки международные. И уже внутри России только российскими авиакомпаниями перевезено порядка 20 миллионов пассажиров. Это стало возможно благодаря тем программам поддержки региональных перевозок. Их в целом пять программ, примерно 9 миллиардов рублей запланировано в бюджете Минтранса на поддержку внутрирегиональных авиаперевозок. И за счёт меры этой поддержки будет дополнительно перевезено порядка полутора миллионов человек, и открыто около 80 внутрироссийских новых авиалиний. Вы знаете, некоторые руководители регионов, губернаторы просили меня помочь им в передаче вам некоторых объектов инфраструктуры. У нас принято решение о развитии региональных авиалиний, и это означает, что нужно создать соответствующую компанию, а решение правительства по этому вопросу состоялось. Нужно забирать у них вот эту инфраструктуру, не стесняться. Как это медленно делать? В чём проблема? Уважаемый Владимир Владимирович, в этом году уже было принято решение правительством Российской Федерации об увеличении количества аэропортов, входящих в федеральные казённые предприятия аэропорты Дальнего Востока, и подготовлено решение по организации ФКП аэропорта Красноярья. с увеличением на семь региональных аэропортов, входящих в это федеральное казённое предприятие. Сейчас идёт бюджетный процесс, и в рамках бюджетного процесса, если будут приняты соответствующие решения, то уже со следующего года эти аэропорты могут быть приняты и объединены в это федеральное казённое предприятие. Сегодня порядка 55 региональных аэропортов из порядка 300, которые есть в нашем реестре, уже входят в федеральные казённые предприятия, в основном это аэропорты Сибири, Дальнего Востока, Крайнего Севера, и за счёт этих мер поддержки, это тоже мера поддержки региональной авиации, мы берём на себя, я имею в виду на федеральный уровень, расходы по их содержанию и развитию. Надо забирать это хозяйство. Задача понятна, Владимир Востока, будем исправить. Не тянитесь с этим делом. И надо продумать действительно вот эти меры поддержки регионам, потому что если их не будет, тогда невыгодно будет производить собственные самолёты малой авиации. Если нет, вроде как потребность большая, а заказов нет, а заказов нет, потому что дорого, значит, нужно предложить механизмы, которые позволили бы, а, загружать эти местные линии и, соответственно, строить отечественные самолёты. Задача понятна. Вот частично в тех мерах поддержки, о которых я сказал раньше, уже такие программы существуют, это 3,5 миллиарда рублей на поддержку региональных авиаперевозок и примерно 600 миллионов рублей средств только федерального бюджета, там есть и субъектовая составляющая, на поддержку пилотного проекта в Приволжском федеральном округе. И как раз за счёт этого нам удалось серьёзным образом продвинуть вопрос развития региональных перевозок и в прошлом году открыть 100 новых маршрутов, а в этом мы планируем, как я сказал, уже порядка 80. И мы полагаем, что совместно с Минпромторгом у нас разработана соответствующая программа, что это приведёт как раз к необходимости или даже к возможности создания нового современного регионального самолёта, который будет работать на этих линиях взамен старых Ан-24, но и Ан-2 тоже ещё у нас. Рынок нужен. Рынок перевозок нужен со спросом соответствующим, обеспеченным. Если этого не будет, то никто не будет производить. Все будем потихонечку закупать по 2-3 самолётика где-нибудь за границей, но это же не то, что нам нужно для развития отечественной авиации. Я прошу подумать. Аркадий Иванович, у вас тоже как человек, который отвечает за этот вопрос. Есть, но, как сказал Максим Юрьевич, мы продвинулись, темп сейчас набрали неплохой, нужно просто последовательно продолжать, будем это делать. Ладно, спасибо. Ну и поскольку Максим Юрьевич упомянул уже о Дальнем Востоке, то я попросил бы Александра Сергеевича несколько слов сказать о том, как там идёт работа. Мы приняли соответствующие решения по зонам опережающего развития. Что происходит там в действительности, на территории? Уважаемый Владимир Владимирович, работа разбивается на три части, это полевая, маркетинговая и законопроектная работа. В части полевой работы на месте команда Минвосток развития совместно с регионами отсмотрела более 400 предложений по площадкам для размещения территории опережающего развития. Критерий, которым мы руководствовались, это инвестиционная привлекательность этих площадок для размещения новых производств, ориентированных на крупные и динамично развивающиеся рынки Азиатско-Тихоокеанского региона. С учётом хорошо известных ограничений на Дальнем Востоке, логистических инфраструктурных, кадровых таких площадок немного. Всего отобрано их 14. Каждая из них для нас важна как потенциальный источник интенсификации экономического развития. По каждой из этих 14 площадок на сегодняшний день ведётся работа по подготовке комплексного плана их инженерного и инфраструктурного обустройства. До 1 сентября этого года эта работа будет завершена. И по каждой площадке у нас будет ясное понимание того, какие необходимы точечные решения для доведения её до полного соответствия для предоставления инвесторов. В части маркетинговой работы Минвостокразвития сформирована база данных из 4400 крупных компаний-производителей, которые экспортируют продукцию в странах АТР в размере 10 триллионов долларов США. С более чем 300 из данных компаний проведены переговоры по инвестированию в территорию опережающего развития, представлены потенциальные площадки, которые мы отобрали, а также основные положения законопроекта, которые разработаны. Подписаны на текущий момент первые пять меморандумов о взаимопонимании с иностранными инвесторами о инвестировании в территорию опережающего развития. Три японские компании, одна на китайской, одна на новозеландской. Руководители крупнейших южнокорейских компаний Samsung, Lotte, LG, Deo, крупнейших японских компаний, Sumitomo, Kawasaki, Hitachi, Mitsubishi, Mitsui, лично высказали интерес к проектам в территориях опережающего развития. Кроме того, проработаны схемы предоставления связанных кредитов резидентам будущих торгов на Дальнем Востоке с Японским банком международного сотрудничества, с Корейским экспортно-импортным банком и Государственным банком развития Китая. В целом, по части работы с иностранными инвесторами, потенциальными привлекаемыми в территории опережающего развития, можно отметить, обобщая, что наш курс по созданию конкурентоспособных территорий опережающего развития на Дальнем Востоке, по кардинальному улучшению инвестиционного климата, это, наверное, лучший экономический ответ на попытку создать какие-либо внешнеполитические сложности развития России. В части законопроектной работы подготовлен соответствующий проект федерального закона о территориях опережающего развития. Два ключевых положения этого законопроекта заключаются в дерегулировании и в налоговом стимулировании. Дерегулирование – ключевые вещи – это создание одного окна для инвесторов территории опережающего развития, и на основе этого кардинальное сокращение и упрощение административных процедур, это предоставление режима свободной таможенной зоны в территориях опережающего развития, это прямое сокращение сроков проведения проверок, Это льготные ставки арендной платы и подключение к инженерным сетям в территориях опережающего развития. Это возможность привлечения квалифицированных и необходимой рабочей силы без учета квот и упрощенный порядок землепользования и изъятия земель. По налоговому стимулированию согласованы следующие льготы. Страховые взносы в размере 7,6% в первые три года для инвесторов, которые приходят в первые три года создания ТОР, в течение 10 лет их работы в территориях опережающего развития. Налоговые каникулы по налогу на прибыль, земельному налогу НДПИ, упрощенный и ускоренный порядок возмещения НДС. На текущий момент законопроект согласован внутри правительства Российской Федерации со всеми министерствами и ведомствами. Согласованы его ключевые положения с главным правовым управлением и с экспертным управлением Президента. Осталась на текущий момент одна концептуальная развилка о сфере действия настоящего законопроекта. Главное правовое управление и экспертное управление Президента считают, что необходимо сузить территорию действия данного законопроекта на Дальний Восток, и, может быть, это предложение экспертного управления на монопрофильной территории. С таким концептуальным замечанием мы столкнулись, но рассчитываем, что мы урегулируем и это оставшееся последнее замечание и выйдем на внесение закона проекта и принятие в осеннюю сессию. В осеннюю сессию уже в Думе, да? Разумеется, я хочу обратиться к Минфину, прежде всего, к Минэкономеразвитию, к Министерству экономического развития. Без обеспечения необходимого финансирования эти планы тоже не будут реализованы. Здесь нужно внимательно посмотреть на все наши приоритеты, на возможности бюджета, но это нужно делать, что называется, на ясном глазу. Нельзя делать вид, что мы что-то делаем, а на самом деле только пишем планы. Правильно? Ну ладно. И тогда основной вопрос начнём. Я попросил бы тогда Антона Германовича несколько слов сказать о том, как идёт подготовка законного проекта, который должен заняться совершенствованием налогообложения компаний, зарегистрированных в офшорных юрисдикциях, конечными бенефициарами которых являются граждане России. Уважаемый Владимир Владимирович, такой законный проект подготовлен. В настоящее время мы обсуждаем его с предпринимательским сообществом. Законный проект предусматривает позиции о том, что те доходы, которые получают российские налоговые резиденты, они должны облагаться по российским законам, а не скрываться в офшорах. С одной стороны. С другой стороны, законный проект направлен на обеспечение прозрачности операции. В первую очередь, у нас со многими странами заключены соглашения об избежании двойного налогообложения, которое имеет льготные режимы налогов. И сегодня многие предприниматели пользуются этим, причем не раскрывая информацию в пользу кого распределяются прибыли и насколько обоснованно происходит использование этих льгот. Вот как раз этой задачей и посвящен законный проект. А что сегодня получается? Сегодня получается следующее, что многие инвестиции в Российскую Федерацию происходят из офшоров, и обратно возвращаются проценты, дивиденды, роялти, которые не подлежат налогообложению по соглашениям об избежании двойного налогообложения. Так вот, мы говорим о том, что такими льготами может пользоваться предприниматель только после того, как он раскроется. Мы поймем, кто конечный налоговый получатель, получатель дохода, и, соответственно, уплатил ли он налог в российский бюджет. Именно этому посвящен закон. Мы стеряем немалые доходы в бюджет, поскольку, если брать только за год, у нас только на Кипре и в Нидерландах уходит примерно 50 миллиардов долларов доходов с территории России. Если учесть, что примерно половина из этой суммы является доходы, которые принадлежат российским налоговым резидентам, то мы могли бы получить порядка 30 миллиардов рублей дополнительных доходов в бюджет, которые нам сейчас крайне необходимы. Мы в целом, еще раз докладываю, что мы согласовали основные подходы, дорабатываем с бизнесом отдельные позиции, и до конца августа внесем соответствующий законопроект. То есть в осеннюю сессию он тоже может быть принят? Да, обязательно. Хорошо. Хорошо. Продолжение следует...